Добрый день, уважаемые посетители портала Управда ТВ. По традиции, конец месяца и начало следующего депутаты Государственной Думы и сенатора Совета Федерации работают в регионах. Сегодня гость у нас в студии Владимир Гутенев, первый изместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, национному развитию и предпринимательству. И первый изместитель председателя правления Союза машиностроителей России. Добрый день, Владимир Владимирович. И начнем сразу с вопросов экономики. Одно из важных событий этого года, это утверждение закона, так называемого СПИК 2.0, специальных инвестиционных контрактов. И хотелось бы узнать, на ваш взгляд, как этот закон поможет привлечению инвесторов, в частности, в Ульяновскую область, и как он вообще будет ориентироваться, что там нового для инвесторов. Действительно очень хороший закон по специальным инвестконтрактам, который вписан в закон о промышленной политике. Несколько лет его функционирование показало, что это действительно хороший действенный механизм. Но сейчас идеологически происходит переход от количественных показателей, то есть сколько денег готов инвестировать тот или иной российский или зарубежный инвестор, в категорию, во что он инвестирует, какие технологии он с собой затаскивает на нашу территорию, пользуясь льготами, которые дает СПИК. И, наверное, основная идеологическая новелла это то, что нет нижней планки для СПИКа, то есть фактически любая сумма, если эта структура, этот инвестор привносит те технологии, те новации, которые на территории России нет, то он может претендовать на то, что с ним будет заключен специальный инвестиционный контракт. Ну и что касается верхней планки, увеличивается срок возможных льгот, а точнее фиксации специальных условий для инвестора до 20 лет, если сумма инвестиций превышает 50 миллиардов рублей. Есть еще очень важные вещи, такие как возможность для инвесторов фиксировать для себя прямые налоги. А вот что касается налогов косвенных и НДС, то изменение законодательства будет сказываться на том, кто инвестирует деньги в тот или иной регион. Раньше можно было, фактически не проговаривая с территорией, заключать федеральный специальный инвестиционный контракт. Сейчас участие региональных властей, местных властей в формировании СПИКа обязательное условие. Как это отразится на нашей территории? Ну, наверное, отразится в лучшую сторону, хотя эффект будет не очень сильный. Почему не очень сильный? На самом деле налоговые льготы, сохранение специальных условий, независимо от того, как меняется законодательство, это важный аргумент, но один из многих. Очень часто инвестор смотрит не на то, какие льготы, а как себя зарекомендовал регион, насколько это гостеприимный дом, принимающий инвестора, готов ли руководитель региона, его команда создавать комфортные условия. И ключевым фактором здесь является доверие. Вот вся история последних полутора десятков лет Ульяновской области говорит о том, что инвесторы, которые приходят сюда, сталкиваются с подлинным радушием, которое не завершается после подписания контракта и завода денег на территорию, действительно их опекают, курируют, и не секрет, что не только из близлежащих регионов очень часто инвесторы приходят сюда, но и даже федеральные структуры очень часто размещают здесь свои бэк-офисы, что создает рабочие места и увеличивает налоги. Поэтому для Ульяновской области, как и для других территорий, это, вне всякого сомнения, новые возможности, но кардинально это ничего не изменит. Мы хорошо помним, что четыре успешных специальных национальных контракта реализованы на нашей территории. Два в области автомобилестроения, один спик в области станкостроения, ну и то, что касается производства оборудования для возобновляемой электроэнергетики. На подходе еще несколько довольно существенных контрактов, поэтому в этой части Ульяновской области лидирующие позиции, поэтому у нас все хорошо. Ну, наиболее такие перспективные у нас развивающиеся отрасли станкостроения, автомобилестроения, возобновляемая энергетика. Вы знаете, я думаю, есть еще гораздо более интересные направления, это новые материалы, это композитные отрасли, это комплектующие для авиастроения. То есть, на самом деле, спектр тех направлений, которые успешно развиваются на территории Ульяновской области, гораздо шире. И если автомобилестроение на самом деле это не очень высокомаржинальная отрасль, среда очень конкурентная и даже больше оказывается поддержки государством, бизнесу. Это и утилизационные премии, это и компенсация части процентов по кредитам для тех, кто покупает автомобили. То есть, маржа не очень большая, то есть в бюджет не так много приходит налогов от автомобильной отрасли. А вот то, что касается услуг в области производства оборудования для атомной энергетики. А на территории Ульяновской области есть ряд небольших, но очень высокомаржинальных и финансово емких компаний, которые успешно осваивают этот рынок. Рынок многомиллиардный, и поэтому не нужно узко затачивать нашу региональную экономику на какую-то моноотрасль. Вот наше преимущество, что мы достаточно широко подходим к различным направлениям экономики, обладая хорошим кадровым потенциалом. И вот говоря о производстве композитных материалов, о которых вы упомянули, один из таких центров, он создается у нас на базе портовой особой экономической зоны, которая находится на востоке Ульяновска. И вот хотелось бы, наверное, перевести беседу в это русло. Как вы видите развитие таких особых экономических зон, которые есть у нас в Заволжье, которые у нас в ТАСЭР, которые в Димитровграде есть? Есть ли у них будущее, насколько они важны, как они должны развиваться? Ну, действительно, у нас две интересные территории. Это территория, опережающая социально-экономическое развитие Димитровград. Я предполагаю, что в ближайшее время, после того, как протоколы медицинские будут адаптированы, и будут не пробные пациенты, на которых обкатываются эти протоколы, а пойдет широкий поток, это более 20 тысяч пациентов в год, будет формироваться не только дополнительная налоговая база от более чем тысячи специалистов медицинских, и они будут весьма-весьма высокооплачиваемы, как доходы, связанные с реабилитацией тех, кто прошел лечение. А это десятки тысяч гостей, которые будут достаточно долго жить, их родственники, возвращение к каким-то процедурам, к реабилитации. То есть это даст очень серьезный толчок всей инфраструктуры, не только Дмитровграда, но и близлежащих районов. Это и услуги, и питание, и сервис, и транспортное обслуживание. Поэтому это замечательный проект, у которого, я уверен, счастливое будущее. Что касается аэропортовой, нашей зоны экономической, то здесь тоже, в общем-то, все достаточно радужно. Мы видим, как ассортимент продукции, выпускаемой аэрокомпозитом, приобретает все больше и больше номенклатурных позиций. Много производится комплектующих, причем это не только для Иркута, не только черное крыло. Возникали тревоги технологического плана, поскольку испанские поставщики оборудования для выкладки композитной ленты пытались шалить, как и американские, японские поставщики СМОЛ. Но идут активно процессы импортозамещения. Более того, я проводил на базе одного из университетов совещание с представителями Объединенной авиационной корпорации, холдинга «Вертолеты России» по импортозамещению и оборудованию, и математике, описывающей процессы. То есть там довольно сложная математика по выкладкам, натяжениям. И речь идет не только о нашем аэрокомпозите, речь идет о производстве лопастей для вертолетов, ряд других нагруженных элементов. Поэтому, на мой взгляд, перспективы тоже очень хорошие, если мы не столкнемся с какими-то аномальными шагами политическими тех или иных активистов, которые на нашей территории присутствуют. Ряд профилактических бесед были проведены, и я надеюсь, что напряженность будет снята. Хотя подобные инициативы вызывают довольно существенные риски. Но надеемся, что нам удастся их купировать. А какие это риски могут быть от политической ситуации? Потому что если мы смотрим на деятельность губернатора Сергея Ивановича, то вчера буквально на заседании правительства он говорил, что там надо создать еще и зону свободной торговли, то есть развивать эти зоны, а какая может быть встречная ситуация? Мы понимаем, что риски ни в коем случае не от Сергея Ивановича исходят. Но дело в том, что возникли весьма странные инициативы, причем на удивление от депутатов, представляющих наш регион. Не секрет, что объемы площадей производственных ОАК сильно переразмерены. Я приведу вопиющие цифры. Площади производственной Объединенной Авиационной Корпорации это 40 миллионов квадратных метров. К примеру, площадь Аэрбаса 9 миллионов. Вот у нас 40, а у них 9. У Боинга 12. То есть Аэрбас и Боинг суммарно в два раза меньше занимают площадь, чем наш ОАК. Но Боинг выпускает 800 самолетов в год. Аэрбас порядка 750 самолетов. Мы выпускаем менее 200 с учетом боевой авиации, которая, в общем-то, и доминирует в показателях. И поэтому идет нешуточная борьба за площадки. Мы видим, как на вираже, благодаря активности и, наверное, мудрости Сергея Ивановича обошли соседей. Авиастар, Авиакор в этой борьбе Ульяновск победил. И большие перспективы в развитии авиации связаны с Ульяновском. Опять размещение композитной отрасли. Черное крыло, комплектующий для многих авиазаводов. В общем-то, это хорошо. Но когда наши коллеги по Государственной Думе, представители Коммунистической партии, вдруг начинают активно вбрасывать предложения на пленарных заседаниях, сделать официальный запрос от Госдумы на председателя правительства, на предмет изменения в руководстве ОАКа, а в частности прозвучало требование сместить индустриального директора Ростеха, курирующего авиационный комплекс Сердюкова. Мы понимаем, от этого человека зависит чрезвычайно много в выборе, кто какой завод получит какой объем. Ну и если бы с этой инициативой выходили представители тех регионов, представители КПРФ, которые не занимаются авиастроением, это бы еще можно было понять. Но когда наш депутат, мой коллега, которого, в общем-то, я очень уважаю, Куриной, является основным застрельщиком этого процесса, хотя традиционно представитель КПРФ Савицкая, которая окормляет авиационную отрасль, а я представитель экспертного совета по авиации в Госдуме, и моим, как правило, оппонентам, контрагентам выступает Савицкая. Вот она от этого вопроса устранилась, а, к сожалению, наш коллега в этом вопросе проявил очень большую активность, которая, боюсь, может вызвать негативную реакцию и предвзятое отношение к нашей площадке. Вы знаете, бывает популизм безобидный, ну, в стиле наших коллег из ЛДПР, да, каждой бабе по мужику. Причем это можно по ссылу продолжить, и по полтора мужика, и по два, я думаю, женщины с плакатом не выйдут, не будут возражать, не будут пикетировать органы управления. Полтора землекопа. Да, а вот что касается популизма в промышленной сфере, причем в том сегменте, который непосредственно касается интересов нас, наших рабочих мест, ну, представьте, предвзятые отношения, что будут отдавать там, непонятно, какие депутаты, и объемов будет меньше, и будет меньше рабочих мест у нас, и будет меньше налогов у нас, а у соседей вырастут объемы. Вот, ну, я очень надеюсь на здравый смысл, мы с Куриным переговорили, я так понимаю, что он понял все риски, которые возникают, и сейчас менее активно стал педалировать, поэтому я надеюсь, что вот те политические риски, которые не возникают на уровне управления регионов, со стороны губернатора, его команды, наоборот, мы привлекательны, к нам есть доверие, они не усугубятся какими-то непродуманными шагами, которые, в общем-то, экономически региону мало что дают, фактически ничего не дают. А так, в целом, я уверен, что и Димитровград, и наша портовая зона, это мощнейшие точки роста, которые для экономики добавят и денег, и престижа, и науки, то есть это очень хорошие точки роста. А вот хотелось бы уточнить, вы сказали об огромных площадях, которые больше и Боинга, и Эрбаса, это плюс или минус? Это огромный минус, это издержки. Понимаете, когда площади недозагружены, эти издержки гирями висят на ногах. Нам удалось сейчас решить очень важный и проблемный вопрос. Авиационная отрасль дискриминировалась в последние 20 лет, исходя из того, что зарубежные самолеты на наш рынок возились по схемам временного ввоза, это или финансовый, или операционный лизинг, как правило, их юрисдикция это бермуды, и не платился НДС. Четыре года назад я лоббировал закон, который должен был обязать наши авиакомпании ставить в российский регистр зарубежные суда, то есть, чтобы они тоже платили НДС, платили налоги, чтобы наш производитель был в равных условиях. К сожалению, противодействие оппонентов не позволило в этой форме реализовать инициативу, и мы пошли другим путем, как Владимир Владимирович Ленин говорил, мы пойдем другим путем. Мы пошли другим путем, и решили перевести в российскую юрисдикцию зарубежные самолеты, уравняв российских производителей с точки зрения уплаты НДС зарубежными. То есть, мы сейчас приняли закон, это большое достижение, но в первую очередь Единой России, которая представляет правительственную позицию в Государственной Думы, и был принят закон, буквально несколько месяцев назад, который обнуляет НДС для всего авиапрома, для всех комплектующих. Вот представляете, наши заводы сейчас минус 20%, то есть, они становятся абсолютно конкурентоспособные. И, конечно, вот на фоне вот таких шагов навстречу авиапрому, плюс еще и на последней встрече Сергеевича Чемизова, Славянчичем Путиным, было принято решение о серьезных, в несколько сотен миллиардах субсидиях, которые должны покрыть задолженность авиационной отрасли, развязать этот узел. Конечно же, инициативы там ряда местных политических деятелей, направленных против УАКа, конечно, здесь нас в определенную зону риска вводило. Ну, то, о чем мы с вами говорили пару минут назад. Бурно развивающиеся отрасли, видимо, не всем нравится. Ну, я думаю, просто не до конца было продумано, и, к сожалению, ряд наших депутатов при всей своей жизненной мудрости пока еще не вполне искушенные политики, первый созыв, и я думаю, что ими просто попытались манипулировать в своих личных интересах. Но мудрость приходит очень быстро, и, как я говорил, в диалоге с Куреным мы, в общем-то, пришли к выводу, что надо бережно относиться к производственному потенциалу родной территории. А вот это обнуление НДС, о котором вы тоже упомянули, оно уже привело к какому-то экономическому эффекту, или еще пока рано об этом говорить? Ну, разумеется, оно приводит к эффекту, потому что наша продукция финальная становится на 20% дешевле. И поэтому однозначно будет гораздо более востребовано не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. По цепи кооперации везде снижаются издержки, ведь это касается и производителей авиадвигателей, различных комплектующих, авионики. И это даст достаточно серьезный рост как объемом продаж, так и маржинальности. А больше денег – это значит выше зарплата. Я считаю, что наши специалисты, и не только авиационные отрасли, но и вообще в высокотехнологичном машиностроении недооценены. У них низкие зарплаты. Зарплата должна быть в 2-2,5 раза выше. Хороший задел. Вот раз вы начали говорить уже о специалистах в авиационной промышленности, вы сегодня вспоминали тоже один большевистский лозунг «Мы пойдем другим путем». Я вспомню другой про кадры, которые решают все. И, наверное, нашим зрителям… Наверное, многие зрители, может быть, знают, может, не знают, но под эгидой Союза машиностроителей, где вы являетесь первым заместителем председателя правоухода, такой форум молодежный «Инженеры будущего». Мы его проводили на территории Ульяновской области, а в нынешнем году в Оренбургской области было. В следующем году в Пензе, насколько я не ошибаюсь. Да, да, да. И вот на Оренбургском форуме было такое решение, что его активные участники этого форума должны входить в экспертные советы Государственной Думы, входить в молодежные правительства регионов. И вот хотелось бы знать, вот это вхождение, как оно повлияет на проведение экономической политики, промышленной политики в регионах, ну и в целом федеральном масштабе, и как Союз машиностроителей будет вот не просто на самом форуме, что отметь, да, вот это отличные молодые ребята, у них большой потенциал, но и в дальнейшем как он их будет поддерживать. Нет, даже этот проект, который реализуется уже много лет, форумы проводятся уже практически 10 лет, и с первого форума мы рейтингуя не только команды участников, но и рейтингуя индивидуально каждого участника, это полторы тысячи человек, вот в прошлом году это было из 43 стран, мы рейтингуя российских участников привлекаем лучших из них, те, которые входят в двадцатку, в тридцатку лучших, и включаем их не в молодежные правительства, нет, это в общественные советы федеральных органов исполнительной власти, ну в частности, общественный совет Минпромторга, Минтранса, там, ряда других структур, общественный совет, там, Ростехнадзора, Федеральное службу военно-технического сотрудничества, и самое главное, в состав экспертных советов, созданных при Думе, при Думе созданы экспертные советы по авиации, по судостроению, по радиоэлектронной промышленности, авиакосмической промышленности, то есть есть целый, ну, военно-техническому сотрудничеству, есть целый ряд направлений, и молодые люди, которые попадают туда, их, конечно же, не так много, по одному-два человека каждый год, имеют возможность с руководителями отраслей вести какой-то диалог, ну, наверное, в большей степени черпать от них знания и опыт, ну, и, соответственно, будучи у них на глазах, и личную карьеру устраивать по более такой вертикальной траектории. В Оренбурге на форуме у нас просто среди гостей и участников панельной дискуссии присутствовал помощник президента, отвечающий за кадры, награды, коррупцию, антикоррупционную борьбу, это помощник президента Анатолий Анатольевич Серышев, который очень высоко оценил нашу деятельность в этом направлении и дал массу дельных советов. В частности, Союз МАШ сейчас вместе с коллегией комиссии ВПК реализует достаточно такой амбициозный проект в части формирования кадровых резервов генеральных директоров, генеральных конструкторов, и мы хотим и уже создаем на базе Лиги оборонных предприятий, это еще одна структура, которая, в общем-то, наша партнерская, так называемый реестр независимых директоров. Президент в связи с тем, что мы проходим пик гособоронзаказа, и для того, чтобы не допустить снижение темпов роста оборонно-промышленного комплекса, поставил задачу по диверсификации ОПК, то есть должна вырасти доля гражданской продукции, а гражданская продукция – это рынок, причем рынок не только российский, но и зарубежный. И кто, как не успешные коммерсанты, бывшие, нынешние владельцы успешных коммерческих структур, коммерческих проектов, могут наполнить новыми смыслами советы директоров крупных оборонных компаний, которые начинают выпускать гражданку. Поэтому мы создаем реестр независимых директоров, где люди и молодые, но в большей степени, наверное, все-таки зрелые и успешные, имеющие опыт работы на зарубежных рынках, входя в советы директоров, будут давать дельные советы, нести определенную ответственность. И я уверен, что подобные механизмы дадут возможность не только импорта замещать гражданскую продукцию в наших рынках, но и осуществлять широкую экспансию на внешнем рынке. — А вот все-таки по поводу молодежи хотелось бы поточнее узнать, как они, молодые инженеры, поддерживают Союзмаш, что для этого? Ну, кроме проведения форума делает, и как он их ведет. Потому что очень мне запомнилась ваша фраза, которую вы говорили на одном из прошлых посещений в Ленске, о том, что карьеру, в том числе и вот такую инженерную, и в сфере будущего, гораздо проще в России построить, чем в западных странах. Потому что там все уже, эти ниши забиты, там уже, как в советское время, шутили, что сын генерал никогда не станет маршалом, потому что у маршала есть свои дети. Вот и так же там, что там уже все распределено. — Не, ну у нас как на самом деле быстрорастущая экономика, которая, может быть, формально сейчас не демонстрирует в цифрах большой рост, но у нас идет большая трансформация внутри и возникает для молодых людей, особенно для тех, которые выбрали правильную профессию и не стали чистыми экономистами или чистыми юристами, получают базовое, естественно, научное, техническое, инженерное образование, а затем уже последующее обучение, это может быть и MBA, и различные, там второе высшее образование получают необходимые компетенции, и финансовые, и юридические, и экономические. Для этих молодых людей, конечно, сейчас открыты, ну очень широкие перспективы. Существует вакуум на квалифицированных специалистов. Я не стал бы педалировать вопрос возраста. Есть и, в общем-то, зрелые люди, молодые душой, которые дадут фору многим, я не знаю, там 25-летним, амбициозным, закончившим в том числе зарубежные университеты, исходя из своего опыта, жизненной силы. Но, тем не менее, для молодых людей сейчас действительно золотое время. И мы тем ребятам, которые попадают, не только попадают в кадровый резерв, но и активно работают в рамках Союза машиностроителей, разумеется, предоставляем такие возможности проявить себя. И многие из них становятся на следующие ступеньки в карьерной иерархии, становятся руководителями, замами руководителей. Это нормальный, естественный путь. И Союз машиностроителей делает очень много для того, чтобы отношения между производством и университетами, вузами, стали короче. Короче, даже не только в плане стажировок, базовых кафедр, но и с точки зрения адаптации учебных программ. Недавно президент выступил с поручениями, инициативами ускорить разработку профстандартов. И Союз машиностроителей является, наверное, одним из лидеров в разработке профстандартов. У нас есть совет по профквалификациям, четыре области. Это машиностроение, это ракетостроение и космос, это авиастроение, судостроение. Разработано более 220 профессиональных стандартов. Это большущая работа. На базе их образовательные стандарты вузами внедряются. Но если в стране всего разработано за последние пять лет около 1200 стандартов, то 220 Союз маша, но это более 20%. И нами создаются ЦОКи, это Центр оценки квалификации. Это чрезвычайно важно для предприятий. То есть проводится очень большая работа в подводной части айсберга. Наряду с крупнейшей в стране негосударственной школьной олимпиадой звезда в последние годы в тесном взаимодействии с Минобороной мы привлекли все Суворовские, Нахимовские училища, президентские и кадетские корпуса, даже пансион-воспитанниц Минобороны. Кстати, девчонки, ребят побеждают по всем фронтам. Закономерность очень интересная. Вот школьники, а это начиная с 6 класса по 11, участвуют в школьной олимпиаде по предметам. Так вот, школьники общеобразовательных городских школ, как правило, победители и призеры, это 1,5-2% от числа участников. Ну, то есть, условно говоря, там из 1000 человек, там от 10 до 20 человек становятся победителями и призерами в финальной части. Если мы возьмем Суворовские и Нахимовские училища, это примерно 3-5%. Если мы возьмем президентские корпуса, кадетские, там доходит до 10% победителей. То есть, такое качество ребят отобрано. Но что касается пансиона воспитанниц Министерства обороны, последние цифры из 420 участниц, у нас более 25%, что-то около 110 человек, стали победительницами и призерами. То есть, фантастический отбор и подготовка девчонок. И многие ребята, я вот недавно приезжал в Оренбургский, первый президентский кадетский корпус, там тоже замечательные ребята, но они разводят руки и говорят, да, девчонки нас обошли, будем стараться. Так что у нас очень такая всеохватывающая работа, все возрастные группы, причем даже возрождение такого журнала, как юный техник, которым мы занимаемся уже третий год, тоже дает свои плоды. Мы публикуем на его страницах задачки с предыдущих Олимпиад, потом даем ответы, втягиваем ребят в парадигму все-таки технического творчества, созидательной некой работы, чтобы хоть толику времени, который они посвящают различным гаджетам, они все-таки посвящали таким сложным техническим задачам, созидательному процессу. Чтобы смотрели, как это все сделано и интересовались. Ну да, это интересно, конечно. А можно ли говорить, что сейчас формируется, ну вот та, которая техническая инженерная элита была в Советском Союзе, вот все-таки 90-е, у нас был такой немножечко провал, когда из инженеров ходили в коммерсанты куда-то, и сейчас происходит такое возрождение, что вновь она формируется, или все же еще пока рано об этом говорить? Ну я думаю, она не прекращала формироваться, просто речь идет о том, с какой скоростью, с каким качеством. Действительно, в конце 90-х был определенный провал, и то в области фундаментальной науки, я считаю, для молодежи открылись новые возможности, в связи с тем, что та затрамбированность, академики, членкоры, несколько постаревшие, но не утратившие своих кресел, были тромбами для молодых серьезных ученых. Они, многие уехали за границу, возглавили кафедры, лаборатории, и поэтому открылись шлюзы, и много талантливых молодых людей в этот момент, в общем-то, в тяжелые 90-е, показали хорошие результаты. Сейчас для молодежи формируется очень много разноплановых траекторий, в том числе и государство субсидирует обучение в ведущих международных центрах. Причем целевым образом ребята возвращаются, возвращаются уже, приобретя серьезные компетенции и контакты. Контакты – это тоже очень важно. Поэтому, наверное, я соглашусь с вами, что сейчас время более динамичного формирования интеллектуальной элиты страны, и очень важно, чтобы мы этих ребят поддерживали не только лозунгами, но и материально, и это происходит, президентские стипендии, гранды, увеличение финансирования неокров. Вот сейчас мы пытаемся реализовать инициативу, я на эту тему говорил и с Орешкиным, и с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, в общем-то, есть поддержка. Я предлагаю, и Минпромторг поддерживает относить на расходы предприятий затраты на неокр, затраты на подготовку кадров и техперевооружения с полуторным коэффициентом. Неокр вот в Китае вообще с двойным коэффициентом, в Индии с коэффициентом 2,5 учитывается на себестоимости продукции, то есть предприятию выгодно вкладывать в развитие. Я считаю, что вкладывать в качество подготовки кадров, в техническое перевооружение и в научно-исследовательские, и опытно-конструкторские работы, это выгодно, и государству выгодно давать преференции для подобных предприятий. Надеюсь, что это получится. Да, это, мне кажется, очень перспективное направление, которое поможет нам вперед двигаться в стране. Но, к сожалению, время нашей передачи ограничено, и хотелось бы задать последний вопрос, последний, который, наверное, волнует сейчас очень многих жителей Ульяновска, ну, наверное, даже не многих, а всех жителей Ульяновска, а это переход города к так называемому проекту альтернативной котельной. Вот хотелось бы узнать ваше видение этой проблемы и ваш взгляд на эту проблему. Ну, проблема очевидная, не может в городе быть разный тариф. Ну, невозможно, чтобы одни люди платили за гигакалорию, условно говоря, там, тысячу рублей, а кто-то платил две тысячи рублей, там, буквально, в соседних домах. И, конечно же, необходимо так формировать финансовую модель, при которой инвестору было бы выгодно вкладывать деньги, в том числе и в развитие сетей, да, чтобы не было потерь, чтобы эти потери не ложились издержками на нас, потребителей, в стоимость тепла, который мы вынуждены покупать. Поэтому расчет по принципу альтернативной котельной в течение, по-моему, там, восьми или десяти лет, как Сергей Иванович определил, должно привести к тому, что по Ульяновску выровняется тариф, что для большинства платильщиков он уменьшится, те, которые платили около двух тысяч рублей за гигакалорию, он упадет где-то до тысячи пятисот, тысячи шестьдесят сот. Тех, у кого в случае, там, ну, было несколько ниже, он чуть быстрее подрастет, но будет, в общем-то, достигнута, мало того, что будет достигнута социальная справедливость, что, мне кажется, необходимо. Самое главное будет, будет прозрачная модель инвестиций для собственников сетей, чтобы приходили деньги в реконструкцию этих сетей, чтобы обновлялось оборудование. Мне кажется, здесь очевидные плюсы, минусов, по крайней мере, я не вижу. Добрый путь, что говорится. Хорошо, давайте на этой оптимистической ноте и закончим. Большое спасибо за очень хорошую и продуктивную беседу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова